Если вы хотите развить логическое мышление, повысить внимательность и улучшить память, добро пожаловать в шахматы. Сегодня этой игрой интересуются дети и взрослые по всему миру. 20 июля, в Международный день шахмат, в Центре Веры собрались спортсмены разных возрастов, чтобы в поединке отметить праздник. Это встреча двух поколений. Я думаю, что сегодня будет очень интересно нашим ребятам сыграть с ветеранами. Это будет, я думаю, такой интересный социальный турнир. Соревнования проходили параллельно. Турнир разделился на партии между юными участниками и шахматистами старшего поколения. На столе таймер, ограничивающий время на обдумывание хода. Внимательно за соблюдением правил следит судья турнира. Но несмотря на всю серьезность обстановки, главной целью была не победа. Больше хотелось интересно провести время. Опять не все проиграно. Еще много будет впереди побед. С этим согласна и Полина Колпакова. Она занимается шахматами немногим более полугода. Первое время часто проигрывала. Сейчас же, благодаря усердной работе, улучшила свои навыки. У меня была книжка. Там было очень много задач. Я их порешала. Я уже скоро пройду первую книжку. Любовь к шахматам у многих идет из детства. Борис Коваленко сел за доску еще во втором классе. Сегодня он часто играет со своими друзьями. Проводит время с пользой. Я и шашки, и шахматы. Шашки получают, шахматы похожие. Но шахматы более интересные. Сегодня день шахмат. И играем. Считается, что шахматы появились в Индии в VI веке. За многолетнюю историю этот спорт не потерял актуальности. В соревнованиях в Центре Вера приняли участие 8 человек. А победила дружба. Здесь каждый мат в радость. Шахматисты, вне зависимости от позиции в турнирной сетке, получили новый опыт и заряд позитивных эмоций. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.